Привет, зритель. Чёртова кошка это сделала. У меня по какой-то причине спустился круг. Я его потрогала, мне показалось, что он вроде без дырочки может сам спустился. Я в таком полоброчном состоянии. Эта сволочь тут разодрала, во-первых, может уже недели две назад обойки. Вот ещё раз ободрала сволочь. Я скотчем приклеила, где было разодрано, чтобы не отдиралась. О! Только потолок мой навесной, или как он там натяжной, не трогай, кошка. Возможно, у меня дрожит лапа, потому что у меня ватные ноги. Я тут думала полежать с децел, потому что, видимо, куда я хочу прокатиться, прогуляться и поснимать, сегодня я не осилю. Я пыталась умыться, но услышала очень странные звуки и поняла, что надо идти сюда. Телевон у меня на зарядке, поэтому я снимаю на камеру. Не, ну вообще наглая, что писец. Я хотела смонтировать то, что сделала со стедикама. Сначала на телефоне хотела, а потом поняла, что лучше всё-таки с заставками на компе. Ну, в смысле, на ноуте. Это последний шкаф был, куда ещё мы не забирались. Жуть. Вообще жуть. Медвежуть ты, кошка. Вообще. На стенке она была. Не, ну только на той полочке ещё, на моё счастье, надеюсь, не забрыгнет. Никогда не была. И на шкафчиках, которые на кухне. Народи как туда метилась, но я её вовремя пресекала, потому что если она там прыгнет на эту пластиковую тумбочку, то есть шанс, что пластиковая тумбочка свалится нахрен. Не надо с ней. Пыталась она пробраться к соседям по ванной, по этим трубам. Я ей пыталась объяснить, что туда никак залезть, потому что там, как бы, этот, ну, другой этаж. Такие вопли недовольные издавала, когда туда пыталась пролезть. Теперь она, видимо, пытается на дверь прыгнуть. Вот откуда такую ещё подобную кошку найти? Я же дверь открываю ей. Ладно, зритель, пойду я глазики обратно умывать. Пока тебе. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова